Дать задание пятилетнему Максиму, занять хотя бы на несколько минут совсем маленькую дочку и тут же самой приниматься за учебу. В вечернее время, когда приезжал после работы, папа, конечно же, помогал. А так, обучение практически так и проходило у меня. Сильно отвлекали? Ну, бывало, да. И нужно отвлечься их, покормить, нужно с ними погулять. То есть на обучение днем у меня уходило около часа, где-то так. Плюс-минус. Учиться буквально с детьми на руках сложно, но такую возможность нельзя упускать. Пока Василина не работает, находясь в отпуске по уходу за ребенком, ей доступны бесплатные курсы. Их организует Краевое агентство по занятости в рамках нацпроекта «Демография». Женщины сами выбирают специальность и период занятий. С февраля 2020 года по апрель 2020 года. Обучение у нас было и онлайн, дистанционно, как сейчас говорят. И также нам присылали материалы, которые мы должны были пройти. Именно в WhatsApp-группу у нас была. Мы изучали материал, который нам преподаватель передавал. И мы еще самостоятельно обучались. Сейчас маме двоих детей осталось только дождаться получения диплома и выхода на работу. Постовой медсестрой в неврологическом отделении. Осенью, когда дочка пойдет в детский сад, женщина надеется начать набираться опыта в своей новой профессии. Специалиста по лечебной физкультуре. А пока, закрепляя знания, занимаясь со своими детьми. Василина получила новую специальность дистанционно. Это одна из возможных форм обучения. Сейчас в условиях самоизоляции она стала единственной. Но прием заявлений на бесплатные курсы не прекращают. Любая женщина, которая изъявляет желание пройти подобное обучение, должна обратиться в Центр занятости населения по телефону горячей линии, либо написав заявление по адресу электронной почты. В настоящее время все Центры занятости населения работают с гражданами в дистанционном формате. Только за апрель в Центры занятости обратились 39 женщин, которые захотели пройти бесплатные курсы. Всего с начала года на обучение направили больше 120 жительниц региона. Все они находятся в декретном отпуске, либо не работая, воспитывают дошкольников. Самыми популярными специальностями в последнее время стали специалист по закупкам, бухгалтерский учет, анализ и аудит, а также менеджмент в туристическом бизнесе. Залина Корбанова, Дмитрий Кузнецов, информационное агентство «Камчатка». Залина Корбанова, Дмитрий Кузнецов, информационное агентство «Камчатка».